Несмотря на дождливую погоду, лето для сотрудников водоканал Чита выдалось жарким. Работа кипит как никогда. Погода погодой, а дело делом, любит говорить технический директор Олег Зверев. Так в посёлке Заречный ремонтные работы идут полным ходом. Здесь специалисты устанавливают современные гибкие трубы для горячего водоснабжения и отопления. Всего 800 метров. Это первый опыт использования новейшей технологии, но точно не последний. Полимерные теплоизолированные трубопроводы, которые служат для прокладки распределительных сетей горячего водоснабжения и отопления. Преимущество в том плане, что, во-первых, это сшитый полиэтилен, это долговечность. Производитель гарантирует работу данного трубопровода, гарантию дает 49 лет. Кроме всего прочего, данная труба гибкая, она поставляется в рулонах. То есть мы имеем наименьшее количество сварных соединений. Монтаж гибкой трубы специалисты называют скоростным. Ещё два дня и работы в посёлке Заречный будут завершены. К слову сказать, гибкие трубы можно укладывать бестроншейным способом – с помощью бурения, что позволяет избежать ненавистных читинцам раскопок в городе. Труба, она уже является и предизолированной, то есть она имеет, говорится, изоляцию и покрыта ещё сверху полиэтиленом защитным. То есть она не пропитывается, она влагу не насыщает. Её можно укладывать непосредственно в землю. Можно укладывать как традиционным способом, так и бестроншейным способом. А это комплекс очистных сооружений. Здесь ведётся масштабная реконструкция. Один из важнейших этапов – установка новейшего трубопровода. Его функция – транспортировка сточных вод. Железобетонный лоток, используемый также для этих целей, требовал частого ремонта и очистки, больших денежных затрат. С новым трубопроводом всё будет иначе, уверены специалисты. Он устойчив к химическим воздействиям и стиранию, и позволит пропускать большее количество сточных вод. При его низкой стоимости, он практически дешевле стальной трубы, обеспечивается низкая эксплуатационная стоимость. В рамках реконструкции водоканал Чита планирует провести масштабные ремонтные работы с использованием современных технологий. В этом году на реконструкцию отведены довольно серьёзные средства и привлечено очень много людей. Реконструкция, конечно, нужна для того, чтобы принять больше стоков из города. Для того, чтобы в дальнейшем можно было строить новые водозаборы, такие как Сибирский, такие как Смоленский водозабор. Для этого, конечно, нужно расширение. На сегодняшний день мы принимаем порядка 105, максимум, тысяч кубов в сутки. При реконструкции, после завершения реконструкции, очистные сооружения могут принять более 150 тысяч кубов в сутки. Что касается уже установленного оборудования, например, трубопровода, то на вопрос, насколько он долговечен, специалисты уверенно отвечают. На наш век точно хватит. Екатерина Жукова, Лев Нескромный. Время новостей.